Наставники двух команд знакомы давно, а Валян и Сафронов выступали за один клуб несколько сезонов. И сейчас часто общаются между собой. Но все это за пределами поля. На матче каждый пытается подсказками помочь своей команде. В начале поединка калужане лучше слышали своего наставника. Было создано немало моментов, но отличились по истечению получаса именно гости. Пустили совсем ненужный мяч, совершенно совсем ненужный. Дали развернуться, человек стоял спиной к нашим воротам, дали развернуться. Ну ладно, пропустили. Мы к этому матчу готовились. Знали, что Рязань команда та, которая, можно сказать, и сама в хороший футбол. Не играет там контроль мяча, но и в то же время не дает сделать это. Фанатов на стадионе вновь не было. Они объявили бойкот после событий на одном из матчей клуба. Сейчас их места занял только один человек. А вот обычных болельщиков на стадионе почему-то стало больше. Они и помогали своими эмоциями калужанам сделать счет 1-1. Команда Рязань, вот, сами все видели, вот, играла от обороны. Ну, очень тяжело вскрываются команды, где массированы обороны. Поэтому, скажем так, нужен был первый гол. Вот, Рязань забила первое. Вот, благодарен ребятам, что все-таки в первом тайме мы смогли сравнять счет. Во втором тайме было много моментов, но, опять же, страдает реализация. В матче двух одинаковых по силам команд в дальнейшем не было много опасных моментов. Зато на авансцену вышел судья. Он не помогал ни одному из клубов, но своими неумелыми действиями вызвал недоумение у обоих наставников. Просто, не то, что они там, это предвзят, наверное, судисты или что там, просто они, наверное, так судили, или так понимают, или такое понимание, или что в этом плане претензии. Очень хорошо, когда судья не заметен во время игры. А когда он выходит на первый план, это уже немножко плохо. И я считаю, что тот же Дубровин, который поиграл Родин, Кисенков, они заслуживают того, чтобы их судили квалифицированные судьи. Которых есть хороший опыт, например, первой лиги хотя бы. А здесь просто на нас тренируются. Можете посмотреть высказывания Юрана. Да, может быть, я уже не первый год тут работаю. Уже как бы стерпелось, скажем так, уже я более-менее привык. Но человек, который оттуда попал первый раз во вторую лигу, он не может понять, где он находится. Калуга атаковала до последних минут. Наши футболисты владели инициативой, но забить больше не смогли. 1-1, боевая ничья. Николай Егоров, Алексей Пехов, телекомпания НИКОТВ.